привет ребята поздравляю вас с новым годом какой сегодня прекрасный день 1 января мне очень нравится что сегодня солнце мы ходили погулять с илюши с собакой прогулка получилась недолго потому что собака не очень хотела гулять но мы все равно хорошо провели время вместе и люфе к сожалению пришлось уехать на работу но он вечером вернется мы проведем классный вечер вместе у меня появилась днем возможность записать для вас видео я как-то умудрилась не подхватить всю общую лихорадку с этим новогодним а завершить в этой декаде завершить в этом году и вообще в новый год я вошла очень спокойно комфортно у меня там было время и отдохнуть на рождественских праздниках у вас только сейчас начинается время для отдыха и для планирования для каких-то идей вот поэтому я хочу вам рассказать сегодня как планирую я и может быть вам это послужит поддержкой и наведет вас на какие-то собственные мысли мое планирование совершенно неправильное как я считаю как я люблю называть она ничего не имеет общего с тем что там всякие бизнес тренеры и коучи вам рассказывают но для меня это работает потому что так или иначе как достигаю своих целей хочу с вами об этом поделиться потому что мне кажется что может быть кто-то из вас тоже хочет планировать не так как его учат всякие гуру а вот просто от души от сердца может быть вам мой метод понравится и вы что-то из него возьмете для себя начнем с того что я разделяю цели планы планы это шаги к достижению целей и свои мечты и желания это совершенно три разные вещи желание это то что я искренне хочу и все мои цели и все мои планы они строятся из моих желаний о том как я хочу видеть себя и как я хочу видеть свою жизнь 20 у меня были какие-то иллюзии о том как я хочу видеть свою жизнь но чем больше я жила своей жизнью я понимала что есть вещи которые мне подходят есть вещи которые мне не подходят есть вещи куда я хочу прийти и есть вещи которые навязаны обществом куда общество считает что я должна прийти в общем В общем, последние 5 лет я занимаюсь тем, что избавляюсь от этих шаблонов, и сейчас, на данном этапе, я вижу то, что я хочу иметь в своей жизни, то, какими проектами я хочу себя окружать, какими людьми я хочу себя окружать, как я хочу проводить свои дни, какой опыт я хочу получать. Именно из этого строятся мои планы, то есть не из идеи, что 31-летняя Женя Пестова должна в 2020 году сделать это, это, это и это, нет, блин, такой закат клевый вообще скоро будет. Нет, мне эти варианты не подходят совершенно, я строю свою систему в систему планирования из того, что я хочу чувствовать, из того, какой опыт я хочу получать, из того, какие вещи я хочу делать, какими проектами я хочу заниматься, какие идеи я хочу воплощать. И, по сути, это самое главное, это мой фокус, это мой ориентир, хорошо понимая, чего я хочу иметь, дальше я уже начинаю думать, ага, чтобы это поиметь в своей жизни, я могу сделать то-то, то-то и то-то, а могу сделать вот это, вот это и вот это. Я еще не знаю, что из этого сработает, поэтому я буду попробовать и то, и другое, и что-то из этого выстрелит, что-то из этого, возможно, не выстрелит. А с чем-то я в процессе пойму, что это совершенно мне не подходит, и путь к этой идее, путь к этой мечте, он вообще-то на самом деле настолько для меня на данном этапе тяжелый, что, может быть, ее стоит отложить. Поэтому стараюсь реалистично смотреть на то, чего я хочу иметь в своей жизни. Что я не, как бы, когда я строю шаги к достижению своих желаний, я бы даже сказала так, мне нравится больше слово желание, а не цель, да, потому что цель это то, с чего мне все время говорили в жизни. Ты должна чего-то там добиться, да, а желание это то, чего я хочу иметь. Например, я хочу иметь глубокие, крепкие отношения с моим мужем. Это очень важное для меня желание, и я бы хотела совершать какие-то шаги именно для достижения этого желания, не для того, что там цель выйти замуж или цель там не развестись, например. Ну, это не то, как мне нравится думать о своих желаниях. Совершенно точно, как я не планирую свои шаги. Я никогда не планирую шаги, которые зависят от других людей. Мои шаги включены в мои планы, включены только то, что я могу сделать сама. Например, у меня есть желание поступить в Берлинский университет искусств. Я не могу написать в план поступить в Университет искусств, потому что это не зависит от меня. Приемная комиссия может решить в пользу меня, а может не решить в пользу меня. И поэтому в свои планы я пишу, что я должна подготовить сильное портфолио, и я должна сделать немецкий С1 экзамен. Это зависит от меня, это я могу сделать самостоятельно, тогда как поступить в Берлинский университет искусств, это скорее желание. Я не могу записать его в план, и я не могу потом, например, через год сказать, так, Жень, давай отчитайся по поступлению сама перед собой. Я не могу, я могу отчитаться только перед тем, что я сдала экзамен, и тем, что я подготовила хорошее сильное портфолио. Вот это оказывается в моих планах, в моих желаниях, таких очень абстрактных, незафиксированных желаниях, может маячить, что я хочу поступить в Берлинский университет искусств, это правда. Но в планы и в цели я это не пишу. В этом году я сделала новое усовершенствование своей системы, она пришла мне в голову буквально пару дней назад, и именно поэтому я так жажду ей с вами поделиться, я ее ни у кого не подхватывала. Я просто сидела со своим ежедневником, я о нем скажу пару слов в конце, я сидела со своим ежедневником и думала, какие же мне поставить планы, цели, идеи на следующий год, то, чем все так бредят, и я тоже хочу быть на этой волне, я тоже сейчас поймала этот вайб о том, что надо что-то себе запланировать, что-то себе придумать на следующий год. И в какой-то момент, прямо сидя с ежедневниками за размышлениями, я поняла о том, что я не хочу так, я не хочу сейчас списать цели, которые я потом буду думать, ой, и вообще-то я не хочу уметь это в своей жизни. И в этот момент у меня щелкнуло. Я запишу три категории вещей. Вещи, которые я хочу, чтобы появились в моей жизни, вещи, которые я хочу, чтобы остались в моей жизни, и вещи, которые я хочу, чтобы ушли из моей жизни. И когда я расписала все свои идеи, разбила их на три категории, я сразу увидела мои фокусы. Например, в секции вещей, которые я хочу, чтобы в моей жизни остались, я записала мою творческую работу, кто как я занимаюсь в студии, пишу картины, с какой регулярностью и мотивированностью. Я записала туда свои отношения с Ильей. Вещи, которые я хочу, чтобы ушли из моей жизни, например, это алкоголь и неправильное питание, несколько лишних килограммов, вообще я всегда-то била за бодипозитив, и примерно 7 килограммов назад я говорила, нет-нет-нет, я чувствую себя сильной, легкой в любом теле, и вот сейчас, 7 килограммов спустя, я бы хотела, чтобы часть из них ушла. Да, пора признать, что вот теперь мне становится немножко тяжеловато в своем теле, поэтому в этом году я так и записала, что я бы хотела немного сбросить вес. Из планов, что я хочу, чтобы появилось в моей жизни, например, я хочу, чтобы у меня появился свой творческий, голос, как художника. Я хочу его найти, я хочу понять, как мои идеи, именно идеи, которые в моей голове витают, которые я могу сказать словами, как их можно передать визуально, как их можно не словами сказать. И для меня это сейчас очень важный фокус, я хочу им заняться, когда я буду готовить портфолио, потому что именно в портфолио для вузов мне нужно продемонстрировать, что эти идеи у меня есть. Так что я думаю, что с этой целью у меня получится справиться. Также я записала туда йогу и плавание. Это было в моих идеях в прошлом году, но если в начале года я как-то хорошо-хорошо-хорошо с этим справлялась, то последние три месяца я почти не плаваю, не занимаюсь йогой, чувствую себя из-за этого немного хуже. Я хочу, чтобы это вернулось, моя жизнь снова в ней появилась. Я это пишу, это зависит от меня, поэтому оно оказалось в этом списке. Есть один сомнительный пункт. Например, я написала, что я хочу продавать 10 картин в месяц, я хочу, чтобы это появилось в моей жизни. Арт-бизнес для меня пока бизнес непонятный. Я пишу туда, что я бы хотела иметь 10 продаж в месяц, но также я понимаю, что не все от меня зависит, особенно при тех ценах, которые у меня сейчас есть, при той ситуации моей относительной известности-неизвестности в Германии. То есть это не совсем, возможно, правильная постановка как раз именно по моему методу. То есть я бы, по идее, не должна была туда записывать, потому что это не зависит от меня. Но я постараюсь сделать все возможное. Я придумаю много разных вариантов, как добиться этого, попробую их все. И если я пойму, что это действительно от меня не зависит, значит я в дальнейшем не буду ставить себе количественную цель, как, например, продать столько-то и столько-то картин в месяц. Ну и в завершении познакомьтесь с моим ежедневником. Это Лехтурм, обычный черный ежедневник, я его очень люблю. Этот именно layout, этот дизайн я обнаружила для себя только в этом году. Здесь идет одна неделя и большой пустой список для заметок. В неделю я пишу дела, которые у меня есть на эти дни, также встречи. Я всегда пишу вперед обязательно, потому что у меня очень часто в Германии какие-то встречи назначаются за 2-3 месяца, поэтому у меня там есть уже то, что там, например, в марте, в апреле написано уже, здесь есть записи какие-то в эти дни. То есть, например, встреча с врачом. Я выношу это сюда в неделю. Здесь, когда неделя приближается, я пишу список дел на неделю. Что бы я хотела сделать, с кем я хотела бы встретиться, что я вижу, мне нужно по работе, личные дела какие-то делать. Вот это все в куче, я не разбиваю личные на рабочие. Это, возможно, проблемка, но пока так. И сюда тоже новое введение. У меня обычно не заполняется вся страница за неделю. Я ее делю в голове на две части, в верхней части у меня дела. И снизу я пишу по воскресеньям итоги. Это мой новый итог. Меня заразила моя подруга Настя. Спасибо тебе, Настя. И теперь я пишу все, что самое главное я бы хотела запомнить в этой неделе. И я надеюсь, что просматривая потом свои итоги, я буду больше ценить то, что я делаю, с большим вниманием относиться к тому, что на самом деле я каждый день совершаю. Потому что если... У нас очень часто так бывает, что забывается совершенно о том, насколько много ты шагов делаешь в ежедневной рутине, и потом ты просто не понимаешь, на что ушло твое время. Я бы хотела это понимать, поэтому я буду радостно писать итоги. Пока мне очень нравится эта практика. Это невероятно. Это невероятное солнце, это невероятный закат. Просто я так рада. Я буду очень рада, если вам будет полезен мой опыт. Пишите в комментариях, что, может быть, приглянулось, что возьмете себе. Я желаю вам, чтобы в вашем новом году и во всех следующих остальных годах, и неважно днях, неделях и месяцах, 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 было время не только, чтобы работать и достигать, но и на то, чтобы просто останавливаться, радоваться своей жизни, радоваться тому, как она течет, и проводить время со своими близкими. Конечно же, это самое важное. Счастливо, ребята. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok